Все детство он провел на стройке. 20 лет назад его отец купил участок земли, где они вместе стали возводить дом. Иван помогал забивать гвозди, сверлить и красить. Все эти 20 лет я жил на стройке, я там вырос, и это ко мне было очень близко. Я всегда любил помогать ему, что-то сам делал. Уже в 9 классе парень видел свое будущее только в строительстве, поэтому по окончанию школы отнес документы на факультет промышленного и гражданского строительства. Сегодня Иван Чернобровкин работает над вторым своим домом. Это личный проект. Здесь он уже сделал крышу, пристройку, самостоятельно провел канализацию, водопровод и наладил электрику. Правда, сейчас не удается посвящать стройке все свободное время, ведь в университете у него появилась другая страсть. Уже два года Иван тренирует силу духа, изучает искусство рукопашного боя муай-тай. Спортсменам в тайском боксе привлекает простота и эффективность приемов, а зрителей – красота поединков. Бойцы этого вида единоборств используют всевозможную ударную технику. Визитной карточкой тайского бокса является удар ногой – лоу-кик. Удар в ногу, как бы соперник больше ничего не может подождать. Если неподготовленная нога, допустим, вышел на улицу, один раз ударил – все. Никаких увечий нет, просто нога отключается на часок, может, на день. И, в принципе, никаких травм не наносим. Ну, результативно. В арсенале тайцев присутствуют удары голенью, ступнями. Самым мощным считаются приемы с использованием локтей и коленей. Запрещаются тут лишь удары головой. Именно из-за таких атак тайский бокс назвали боксом восьмируких. Иван признается, что за время занятий успел сломать руку и пальцы, но не считает это серьезными травмами. Это очень хорошая школа, потому что он, кроме того, что учит нас самому тайскому боксу, он учит нас, ну, как бы, жизни. То есть, никогда не сдаваться, допустим, это не только на ринге, это вообще и в жизни очень такой фактор весомый того, что ты всегда будешь победителем в любой ситуации. То есть, чем бы ты ни занялся, просто не до конца знаешь, что у тебя это получится. Иван занимается пять дней в неделю, в период подготовки к турниру даже несколько раз в день. Две тренировки занимают пять часов, плюс дорога туда-обратно, в итоге выходит полноценный восьмичасовой рабочий день. Спустя три месяца после начала занятий Иван победил на чемпионате по тайскому боксу в Орле. Это были его первые выступления. С тех пор редко состязания обходились без медалей. С 6-го по 10-е марта был в Иркутске на Кубке России третье место занял. Сейчас недавно, от 21 апреля, занял первое место на Кубке Альфа. Это мастерский турнир был всероссийский, там было много очень регионов, много спортсменов. Долгожданное звание мастера спорта на Кубке Альфа Иван не получил. В его категории 91+, не оказалось достаточного количества спортсменов. Вместо трех поединков он провел всего один. Разряд мастера, уверен тренер, в ближайшей перспективе. Всех сильнейших спортсменов он выиграл, Санкт-Петербурга и Москвы. То есть он выиграл чемпиона Санкт-Петербурга, чемпиона Москвы, вской области и чемпиона Москвы. То есть у него есть перспектива сейчас выиграть ЦФО. Если он выиграет ЦФО, значит, следующая ступень – это будет чемпионат России, который будет в августе проходить в Кемерово. В ожидании чемпионатов один из самых сильных тайских бойцов проводит вечера за паяльником. Он может и не играть на музыкальных инструментах, но точно может отличить хорошую музыку от плохой. Иван выяснил, при доработке мелких деталей, не требующих лишних затрат, можно несколько увеличить качество игры динамика. Всегда любил слушать именно качественную, мощную музыку. И начал замечать различия между разными колонками. То есть одни играют лучше, другие хуже. Я начал это изучать как физическое явление. То есть почему одни колонки играют лучше, а другие хуже. Некоторые колонки пришлось немного изувечить, чтобы найти причину. Год назад родилась идея по созданию собственных динамиков. Все необходимые детали он заказывает через интернет, а не достающие знания в советском журнале радио. Самостоятельно занимается чертежами и жалеет, что в Курске не налажено производство. Он с упоением изучает физические явления звука, строение колонок и даже разрабатывает их дизайн. Сам я чертежами занимаюсь такими, допустим, деталями полностью для станка намотки катушек. То есть там втулки, подшипники сделаны, куда это все вставляется, на что катушка наматывается. Сама идея состоится в том, чтобы делать качественные динамики по доступным ценам. И сзади, чтобы берочка была такая произведена в России, а не в Китае. Строительство дало ему трудолюбие, спорт-упорство, а конструирование динамиков терпения. Какие еще качества откроет в себе Иван Чернобровкин, он не загадывает. Но чем бы он ни занимался, на каждом его увлечении обязательно появится бирочка. Сделано в России.